Приветствую, друзья! С вами канал Малачити. В этом видео поговорим о кондиционере. Что делать, если не включается кондиционер? Реально ли что-то сделать самому? Стоит ли вообще что-то делать самому? Попробую в этом видео высказать исключительно свое мнение по этому поводу. Хочется выделить основные пункты, по которым кондиционер может не включаться. Их, по большому счету, только три. Но я сталкивался в своей жизни только с двумя. Третий, с которым я не встречался, это бывает такое, у людей, я знаю, отгнивают, отпадают провода именно от компрессора. Но в большинстве случаев проблема не включения кондиционера связана с двумя пунктами. Первый, если вы включаете кондиционер и у вас индикатор не светится, то 99 и даже на 100 процентов вам нужно снять этот блок и его пропаять. Я сейчас ссылку дам вверху и в конце видео дам и под описанием видео дам, как эту проблему устранить. Она устраняется довольно просто. Нужно снять блок и пропаять все места паек. У них со временем образуются кольцевые трещины и нет банально контакта в плате. То есть плата, и в плате нет контакта. Не надо смотреть, где там есть трещины, нет. Просто пропаять все места, потому что бывает, в комментариях пишут, я все пропаял, где были трещины, но он все равно не включается. Я говорю, пропаяй все. Все, что можно, все, что видишь. Там не так много этих мест. Все пропаять, чтобы потом опять его не снимать. Люди опять снимают, пропаивают все места и он спокойно включается, кондиционер все работает. Индикатор горит, кондиционер включается, все хорошо, все четко. Ну и вторая, более такая весомая причина, это недостаток фреона в системе. Тут, к сожалению, вы ничего сами сделать не сможете. Ну, как бы есть там, продаются специальные баллоны, можно там до заправить систему кондиционера. Ну, я считаю, что полная ерунда. Кондиционер так заправить нереально, и вы просто потратите свои деньги. Если вы, конечно, собираетесь машину завтра продавать, то, в принципе, можно так и сделать. Но если вы собираетесь на своем автомобиле ездить, и вы уважаете свой автомобиль, то это не выход из ситуации. Кратко объясню, почему. Когда вы включаете кондиционер, нажимаете кнопку на кондиционере, вы даете запрос в блок управления двигателем на включение кондиционера. Если давление в системе недостаточно, блок управления двигателем кондиционер не запустит. Но суть в том, что люди путают давление в системе кондиционирования. Но, в принципе, пишется в диагностических программах, что давление в системе кондиционирования и блок управления по давлению судит. Но нужно понять один момент. Здесь важно не давление, а важен именно вес хладагента. Именно вес. И чтобы нормально заправить кондиционер, вам нужно выкачать все из системы, потом сделать вакуумирование системы, чтобы убрать оттуда воздух, убрать влагу. И только после этого вам нужно будет закачать туда именно, ну, для лачете, 630 грамм хладагента. Плюс добавить туда определенное количество масла. Я сейчас выйду покажу. Под капотом у нас есть табличка, на которой все это написано. То, что вот это продают баллоны для дозаправки, ну, я вообще слово дозаправка, я не понимаю. Есть заправка кондиционера. Не понимаю, как можно дозаправить, если ты не знаешь, сколько там грамм осталось этого фреона, хладагента. Также есть другие моменты, которые иногда смотришь, тоже на ютубе есть ролики, эти баллоны заправляют. Нужно понимать, что фреон бывает в жидкой фазе и в газообразной фазе. Если у вас, допустим, представьте, баллон в руках, да, он в жидкой форме сам, в жидкой фазе находится. Вот он, где-то пол баллона, там, ну, чуть больше баллона, это жидкость. Но он как испаряется, поэтому весь остаток пространства в баллоне, это газ. Поэтому есть в системе кондиционирования магистраль низкого давления и магистраль высокого давления. Так вот, в каждую магистраль нужно заправлять либо газ, либо жидкость. Если вы, допустим, перевернете баллон и зальете, не дай бог, жидкую фазу перед компрессором, то, скорее всего, вы ваш компрессор похороните. Потому что, вы же физику учили в школе, сжать можно только газы, жидкостя не сжимаются, можно сжать только газ. И, собственно, наш компрессор этим и занимается, он сжимает именно газ. Давление газов потом в конденсоре, ну, это наш радиатор, который впереди находится перед основным радиатором, но это не радиатор, правильно, ну, кто конденсатор называет, кто конденсор. Там уже этот газ охлаждается и переходит в жидкую фазу. Поэтому, еще раз повторю, я считаю, что вот эти все баллончики, это просто трата времени, денег, и вы еще можете принести больше вред своему автомобилю. Плюс надо понимать, что, допустим, заправка кондиционера у нас сейчас стоит полностью заправить, и 550 гривен. Если вы купите этот баллон, явно, что он стоит не 5 рублей, не 5 гривен, даже, ну, не 5 долларов, ну, он стоит тоже денег. Смысл тратить деньги на это, если примерно столько же вы потратите на станцию техобслуживания, где вам заправят. Но станцию техобслуживания тоже нужно, конечно, выбирать, потому что я вам сейчас покажу, как бывает делают. Немножко халатно, немножко безответственно, но выхода другого нет. Вам остается либо купить автоматическую установку для дозаправки, которая стоит у нас от 70 тысяч гривен, либо купить специальное оборудование для ручной заправки, так сказать. Но у нас в пределах можно все это вместе с фреоном приобрести за 14-15 тысяч гривен. Как бы, если вы не располагаете суммой и желанием приобрести это все оборудование за 14 тысяч, то тогда вам прямая дорога, к сожалению, только на СТО. Также спрашивают, куда девается хладагент. Он каждый год теряет там, ну, в разных машинах, если машина уже там, как у меня, 10 лет, то 15-20% в год это просто улетучивается. Естественно, через 3 года надо уже его заправить заново. Почему улетучивается? Вот тоже спрашивают, что в холодильнике работает 25 лет, а ему хоть бы хны. Потому что в холодильнике все запаяно, все герметично. Двигатель и компрессор в одном корпусе, все одно целое. То бишь, там нет, как здесь, в автомобиле, гибких шлангов. Компрессор тут приводится ремнем. В компрессоре стоят сальники, через которые тоже фреон выходит. То бишь, много соединений, которые не герметичны. В холодильнике у вас трубки все спаяны, и двигатель, еще раз повторюсь, стоит вместе с бурей с компрессором. Там просто физически фреону некуда деваться. Поэтому в холодильнике может работать и 50 лет. А в автомобиле, к сожалению, вот, если ваш автомобиль, ваш кондиционер 3 года держит, то, скорее всего, с ним все нормально. И бить тревогу не нужно. Если, конечно, как у меня вот случилось, что я заправил, а через полгода у меня система пустая, уже нужно искать утечку. Утечка ищется двумя путями. На редких из того, конечно, есть электронный течеискатель. Когда вы вводите по контуру системы кондиционирования, если он видит утечку, начинает издавать звуки, мигать там светодиодами, как бы это более современный метод. Но в большинстве случаев наши в ССТО, работающие по старинке, заправляют так называемую зеленку во фреон, люминесцентную добавку. Вы ездите пару дней, и потом, если вдруг где-то проявляется утечка, вы приезжаете, и ультрафиолетовой лампой можно посветить, и эта зеленка будет светиться. Если, конечно, утечка очень сильная, то можно и без добавки обратить, потому что, как я говорил, во фреон добавляется масло, и по масляным пятнам можно примерно понять, где утечка. Утечка чаще всего бывает в трех местах. Ну, на некоторых автомобилях слабое место это компрессор, но на Лачете, как бы я не видел таких моментов, что компрессор именно слабое звено. У меня вот 12 лет, он работает исправно, никаких утечек, все хорошо. Остается два самых проблемных места. Это конденсор, ну, то бишь радиатор системы кондиционирования. Ну, кто радиатор называет? Правильно, конечно, назвать либо конденсатор, либо конденсор, потому что там именно фреон конденсируется. Я сейчас покажу, что можно предпринять, чтобы обезопасить себя. Вот. И второе, тоже очень такое место проблемное, это перетирание трубок. Эта проблема реально носит массовый характер. Трубки перетираются об кузов, об другие части, резинки там в хомутах уплотнителей. Сейчас просто ветер на улице. Я выйду вам, сейчас это покажу. Поэтому вам нужно защитить конденсор, и вам нужно проследить, чтобы трубки не терлись ни обо что. Ни об кузов, ни между собой, ни об хомуты, ни об точки крепления. Этим вы сможете продлить работу системы кондиционирования. И сэкономить немалые деньги, потому что, допустим, у меня случилась такая ситуация, трубка перетерлась, и мне это все получилось больше, чем полторы тысячи гривен. Весь ремонт, пришлось даже вырезать кусок трубки и вваривать туда новый кусок. К сожалению, это тоже самостоятельно сделать нереально, потому что трубка, она же не из черного металла, что можно взять сварочный аппарат, и какой-то сосед вам что-то заварит. Тут нужно уже подходить к этому вопросу серьезно. Плюс это трубка высокого давления. Ну, пойдем рассмотрим, как получилось у меня, и как у нас на СТО очень хорошо к этому относятся, к своим обязанностям. Ну, начнем с конденсора. Вот наш конденсор, радиатор именно кондиционера. Вот наш радиатор охлаждения, а перед ним стоит радиатор кондиционера, конденсор, так называемый. В него, так как он находится впереди, в него могут попасть камни. Поэтому проследите, чтобы у вас вот здесь стояла сетка, и чтобы она была целая. Чтобы камни не летели именно в него, и не пробили его. Этим вы сможете обезопасить себя от возможных проблем. Вот. Но еще бывают такие случаи, тоже проверьте. Вот у меня такое случилось. советую вам проверить это место, чтобы не потратить свои деньги, а заранее предотвратить данную ситуацию. Вот у меня получилось как. Вот трубка идет, и она банально перетерлась. Вот здесь вот. Просто перетерлась. Там еще провода идут на правый поворот, на правом крыле. И провода тоже перетерлись. И из-за этого вот пришлось вырезать кусок трубки. Вот видно стыки. И варить туда новый кусок. Ну, как видим, на СТО, я не знаю, как-то для меня это дико. Как-то уважать клиентов надо. Просто варили, не предотвратили дальнейшее развитие событий. Такое же самое. Ну, может им интересно, чтобы я через год тоже приехал. Ну, хотя бы даже проигнорировали мою просьбу заизолировать провода. Провода реально голые, оголенные. Они просто перетерлись. Уже голый металл. Никто не заизолировал. Все быстро обратно поставили. Короб фильтра одели. Хомуты не закрутили. Вот так все бросили. Поставили, капот закрыли. Деньги взяли. И отправили меня сбоку. Теперь я это все дело оккультурю сейчас. Предотвращу дальнейшие такие проблемные моменты. заизолирую провода. И попутно просмотрю все вот эти места. Проследите, чтобы у вас резинки были целые там. Вот здесь, вот здесь. Чтобы именно хомут крепления не перетер трубку. Проследите, чтобы резинки были все в более-менее нормальном состоянии. Проследите зазоры между трубкой, кузовом. Чтобы нигде ничего не терло. Чтобы не тратить лишние деньги. В моем случае пришлось полностью откручивать трубку вот здесь на входе к испарителю в салон. И от фильтра-осушителя возле конденсора полностью снимать трубку. Они отправили ее на предприятие, которое этим занимается. Они там быстренько, конечно, все сварили, все поставили. Денег заработали. Поэтому просмотрите вот это место. Вот оно получилось таким вот слабым. Вот оно тут видно, трет. и сейчас они поставили. Оно все равно вроде мягко, но тут перетерло все-таки металл и провода вместе с тем. Ну, на сне позволю с вами попрощаться. Всем мира! До новых видео! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok